Многие актеры, когда присоединяются к производству фильма, приносят в него какой-нибудь бонус, связанный с их персоной. К примеру, любой фильм с Кевином Костнером сразу становится лучше любого фильма без Кевина Костнера. А талантливый актер Джай Кортни своим появлением в кадре гарантирует кассовый провал любому фильму. Прибытие же Сильвестра Сталлона на съемочную площадку возводит количество возникающих проблем на этой самой площадке в абсолют. Так что продюсеры, желая бросить себе вызов, часто звали в свои фильмы Сильвестра. Заскучать с ним было тяжело. Иногда его даже не нужно было звать, он приходил сам. Просто потому, что мог. Во времена своей бурной молодости Сталлоне Котком прошелся по многим фильмам. И сегодня хотелось бы вспомнить об одном таком проекте, на котором Слай отточил свои управленческие навыки. Серия фильмов о Джоне Рэмбо может соперничать по известности с большинством других франшиз. Пик ее популярности пришелся на 80-е годы прошлого века. Тогда истории о приключениях бравого американского паренька стабильно срывали в прокате банк. Старт франшизе дал фильм Рэмбо Первая Кровь в 1982 году. В те времена Слай уже был известным актером, но сказаться ему не очень везло. Серия Рокки отлично выступала в кинотеатрах, а все остальные работы актера стабильно проваливались. И к Рэмбо актер боялся прикасаться и первоначально отказывался от предложения продюсеров. Здесь он был не одинок, а Трэмбо воротила нос половина актеров Голливуда. Кто-то вроде Роберта Де Ниро отказывался, потому что только что играл похожую роль. А какой-нибудь Майкл Дуглас считал идею подобного фильма изначально провальной. Не отказались от предложения сразу только Аль Пачино и Дастин Хоффман. Но Аль пытался добавить ветерану вьетнамской войны еще несколько психологических проблем. А Хоффман, присматривавшийся к проекту вместе с режиссером Майком Николсом, хотел сильно сместить акценты, убрав из картины всю боевую составляющую. Все эти идеи не устраивали продюсеров и студию. Так что Пачино и Хоффмана проводили доворот. Когда претендентов совсем не осталось, продюсеры снова пошли к Сталлоне. Имевшийся сценарий, в основу которого лег роман «Первая кровь» Дэвида Морелла, Сталлоне сразу попросил переписать. Утверждается, что Слай забраковал 26 различных вариантов сценария, прежде чем наконец-то дал добро. Впечатлил актера 27-й сценарий, который он лично и написал. Сейчас все это выглядит смешно, но когда фильм наконец-то сняли, он никому из посмотревших черновой вариант не понравился. Утверждается, что Сильвестер Сталлоне был так раздосадован увиденным, что предлагал продюсерам отдать ему фильм, чтобы он его незамедлительно сжег в печи. Взамен Слай обещал вернуть продюсерам потраченные на фильм деньги. Речь правда идет о трехчасовой версии фильма. Позднее его сильно сократили и общеизвестный вариант картины, который шел в кинотеатрах, имел хронометраж всего в полтора часа. Удалению подверглись почти все терзания главного героя и множество флэшбэков. Но один момент, который пропал из фильма, все-таки жалко. Из Рэмбо вырезали разговор об одном нюансе, из-за которого становилось понятно, почему шериф Тисл так взъелся на героя Сталлона. Дело в том, что по книге Тисл прошел Корейскую войну и недолюбливал воевавших во Вьетнаме из-за внимания, которое им уделяется. Тогда как о ветеранах Корейской войны никто не хочет вспоминать. Небольшой намек на это, правда, в фильме есть. В одной из сцен картины, когда шериф сидит в своем кабинете, за его спиной можно заметить витрину с медалями, среди которых Серебряная звезда и Пурпурное сердце, полученные Тислом как раз за участие в Корейской войне. В общем, попав в кинотеатры, первая кровь три недели держала лидерство в американском прокате. При бюджете в 15 миллионов долларов в мировом прокате лента освоила 125 миллионов. У Сильвестра Сталлоне появился еще один успешный фильм, который он впоследствии превратит во франшизу. К работе над вторым фильмом о Джоне Рэмбо Сталлоне приступил в статусе главной суперзвезды Голливуда. Со второй частью он уже мог делать все, что хотел. Никто на это не обращал внимания, денег на фильм не жалели. Если в 90-х бюджетные рекорды с Терминатором и Правдивой Ложью оформлял Арнольд, то в 80-е самые дорогие фильмы в истории снимал Слай. Сиквел Рэмбо обошелся в 44 миллиона долларов. Выходящие рядом Звездные войны Возвращение Джедая стоили всего 32 миллиона. Даже Дюна с ее раздутым бюджетом в 40 миллионов стояла рядом и откровенно завидовала. Сценарий к продолжению тоже написал Сталлоне. Точнее написал его Джеймс Кэмерон, но Сильвестру он не понравился и он внес кое-какие правки. Джеймс Кэмерон утверждает, что все, что осталось от его сценария это экшен-эпизоды. В его скрипте не было никакой политики. Сталлоне же сделал упор в фильме именно на противостоянии с коммунистами. В сценарии Джеймса Кэмерона экранное время было поделено между героем Сталлоне и его напарником, которого в какой-то момент должен был сыграть Джон Траволта. По слухам, Сталлоне очень не понравилось то, что его напарник был комедийным персонажем и сильно перетягивал одеяло на себя. Он его из фильма вырезал и частично заменил заключенным. Режиссер Джеймс Кэмерон получил за сценарий к этому фильму антипремию «Золотая малина». То, что от сценария Кэмерона практически ничего не осталось, стало известно позднее. В 1985 году Кэмерон был режиссером лишь небольшого фильма «Терминатор» до трешака под названием «Пиранье 2». Так что на все его возмущения никто не реагировал. По сценарию Кэмерона полковник вытаскивал героя Сталлоне из психиатрической клиники. Слай изменил лечебницу на тюрьму, а Кэмерон позднее вставит лечебницу во второго «Терминатора». В 1985 второй «Рэмбо» взорвал мировой прокат, собрав 300 миллионов долларов. На старте слай в лоскуты изорвал Джеймса Бонда с его видом на убийство. В прокат фильмы попали в один день. Результатом их встречи стал провал и перезапуск Бондианы с новым актером. По итогам года сиквел «Рэмбо» занял второе место, уступив по заработанной наличности только ленте «Назад в будущее». Третье место в 1985 году занял еще один фильм Сталлоне «Рокки 4». Именно после второго фильма имя «Рэмбо» стало нарицательным и устроил это Сильвестер Сталлоне. Фильм должен был называться «Первая кровь 2», но Слай захотел, чтобы и вторая его франшиза носила имя главного героя, потребовав ставить его в титры. Из-за того, что часть американских военных в этом фильме была выставлена не в лучшем свете, фильм лишился поддержки Пентагона на этапе производства. Именно этим объясняется такой внушительный бюджет ленты. Продюсеры утверждают, что при стандартной поддержке от вооруженных сил, который имел тот же лучший стрелок, вышедший рядом, они без проблем уменьшили бюджет на 10 миллионов долларов. Но самое смешное то, что вслед за большим успехом ленты в американском прокате, Пентагон стал вовсю использовать Рэмбо в своей рекламе вооруженных сил и сделал персонажа одним из главных символов армии в 80-х. После столь внушительной кассы в прокате фильма Рэмбо Первая Кровь 2, студия сразу же объявила о планах снять триквел. Режиссером фильма Рэмбо 3 назначили Рассела Малкей, за плечами которого на тот момент был фильм Горец. Горец в прокате провалился, но практически сразу же стал обрастать культом. Так что режиссера заметили и пока никто его не приватизировал, быстро подписали контракт. В основу ленты лег сценарий Шелдона Летича, который как режиссер позднее поставит фильмы Само Волка и Двойной Удар. Позже на основе сценария фильма Рэмбо 3 писатель Дэвид Морел напишет новелизацию Рэмбо 3. Имевшийся сценарий Сталлоне как обычно не очень устраивал, но после провала изо всех сил и скромного результата в прокате фильма Кобра, первые пару недель съемок он держал себя в руках, пытаясь не мешать режиссеру. Отсняв несколько сцен в тайском монастыре, режиссер Рассел Малкей отправился в Израиль, где хотел найти несколько русскоязычек, актеров, для ролей второго и третьего плана в фильме. Именно после этой поездки между режиссером и Сталлоне произошел конфликт, в результате которого Малкей понял, что жизнь бывает несправедлива. По словам самого Сильвестра, дело было в том, что по его мнению актеры, которые должны были играть советских военных, должны были наводить страх на зрителя одним своим видом и сильно походить на настоящих людоедов. Однако по приезду в Израиль он увидел, что Малкей набрал каких-то белокурых красавцев. Которые больше походили на команду элитных серфингистов. Слайя уверяет, что не боялся конкуренции, но он не мог поверить, что подобные модели смогут оказать какое-то сопротивление его герою. О своем несогласии и желании набрать в каст людоедов он сообщил Расселу Малкей. Малкей на предложение Сталлоне подыскать более страшных воинов ответил насмешками и отказом. После этого Сталлоне обратился к студии, которая не став спорить со звездой, выплатила Малкей зарплату и уволила его. Узнав об увольнении Рассела Малкей из Рэмбо 3 ушел оператор Майкл Серезин, за плечами которого были работы над фильмами Птаха и Сердце Ангела. Позже Серезин поработает над фильмами Жизнь Дэвида Гейла и Гарри Поттер и Узника Скабана. На место Серезина быстро подписали Эрнеста Дея, ответственного за операторскую работу в фильме Поездка в Индию. А режиссера Рассела Малкей Сталлоне заменил Питером Макдональдом, за спиной которого была пара работ оператором на низкобюджетных фильмах. Эрнест Дэй, кстати, поработал оператором на фильме Рэмбо 3 всего неделю, после чего его спешно заменили на Джона Стэннера, ответственного за работу оператора на фильме Жажда Смерти 3. Избавившись от Малкей, Сталлоне сел переписывать имеющийся сценарий. Советские военные стали в фильме более суровыми, были расширены сцены в монастыре, а у Джона Рэмбо появился друг из местных. Режиссер Питер Макдональд позднее в одном из интервью будет рассказывать, что старался внести изменения в характер Джона Рэмбо, добавив немного юмора и сделав его более человечным. Но все подобные попытки встречал в штыки Сильвестр Сталлоне. Макдональд был очень разочарован, но сделать ничего не мог. Все эти задержки в производстве и увольнении привели к тому, что бюджет Рэмбо 3 достиг астрономических величин. По состоянию на 1988 год, картина стала самой дорогой в истории, со своим бюджетом в 63 миллиона долларов. А Сталлоне получил за свое участие рекордный на то время актерский гонорар в 16 миллионов. Выход в американских кинотеатрах обернулся для Рэмбо 3 катастрофой. Третья картина о похождениях Джона Рэмбо освоила в прокате лишь 53 миллиона. Вторая часть собрала в США 150 миллионов. Мировой прокат спас Рэмбо 3 от полного краха, принеся еще 135 миллионов. Но рухнувшие почти в два раза цифры относительно сиквела и разгром от критиков и зрителей поставили крест на четвертом фильме, который был в планах у студии. После такого фиаско продолжение Рэмбо попадет в кинотеатры лишь в 2007 году. Наброски для сюжета четвертого фильма, который сделали в 80-х, в него уже не вошли. Сталлоне придумал совершенно новую историю. Рэмбо 3 получил 5 номинаций на антипремию «Золотая малина», а сам Сталлоне победил в номинации «Худший актер». Свою долю внимания получили и Ричард Крена и режиссер Питер Макдональд. Несмотря на то, что режиссер Питер Макдональд согласен со многими претензиями к картине, он все же считает, что столь мощный провал ленты в США произошел из-за вывода советских войск из Афганистана, который состоялся за несколько недель до американской премьеры фильма. Вывод войск хорошо освещался в американской прессе и Рэмбо 3 сильно потерял в актуальности во время своего выхода. Как и в случае с Джорджем Косматосом, поставившим вторую часть Рэмбо и боевик Кобра, считается, что Макдональд был на площадке вторым режиссером и скорее отвечал за подготовку к съемкам тех или иных сцен, а основные эпизоды фильма ставил лично Слай. Карьера Макдональда после Рэмбо 3 не заладилась и единственным известным фильмом из его последующих работ стал Легионер с Жан-Клодом Ван Дамом, который вышел спустя 10 лет после третьего Рэмбо. Карьера Ван Дамма в те годы уже стремительно летела под откос, так что лента, несмотря на свой неплохой бюджет, практически во всех странах вышла сразу на видео. Ну а для Сталлона третий Рэмбо стал переломным моментом в карьере. После него актер провалился с четырьмя фильмами подряд, а пятая часть Рокки, как и третий Рэмбо, сильно просела в сборах и не оправдала ожиданий. Возможно, карьера Сталлона треснула бы по швам еще в начале 90-х, но в 1993 году его спасли сразу два успешных проекта «Скалолаз» и «Разрушитель». А еще через пару лет вновь все разрушил мощный кассовый провал судьи Дредда. Спасибо за внимание и оставайтесь на связи! Продолжение следует...